Старые серые стены в прошлом. Учебное заведение в буквальном смысле заиграло новыми красками. Более трех месяцев длился ремонт. В итоге не только внешний вид здания претерпел изменения. Это был комплексный подход. Сделали полностью капитальный ремонт фасада, утеплили. Здание стало намного теплее, то есть детям пребывание в учреждении стало наиболее комфортным. Пожарные лестницы стали соответствовать требованиям пожарной безопасности. Для нас это очень важно. Прогимназия – это и детский сад, и начальная школа. А потому уже давно назрела необходимость в преобразованиях. Ведь современные образовательные нормы сильно отличаются от тех, что были когда-то. Отделка фасада стала логичным продолжением процесса преображения прогимназии. А началось все с того, что два года назад здесь положили новый асфальт. Спустя совсем немного времени поменяли веранды. Старым было более 45 лет. В прошлом году появилась новая футбольная площадка. Этот и другие объекты позволили значительно расширить возможности для занятий и дошкалят, и тех, кто посещает начальную школу. Играем в разные игры, в футбол, активные какие-то виды спорта, которые как и маленькие, так и старшие. И помимо этого у нас наконец-то открылась еще дополнительная. Это у нас баскетбольная и волейбольная площадка. На меткость можем пострелять, можем поиграть в маленькие интересные игры, которые раньше мы не могли. Наконец дошла очередь и до здания. Решение, каким именно будет новый внешний вид прогимназии, принимали всем миром. В обсуждении участвовали и коллектив учебного заведения, и родители. Была проектная организация, которая пришла, и мы стали обсуждать, какие варианты проектов мы хотим. Наверное, их было восемь. Все, что приносили, как-то это не нравилось, это не нравилось. Хотелось, чтобы дизайн был яркий, чтобы соответствовал внутреннему содержанию, потому что у нас и школа, и детский сад, чтобы все было в гармонии. И вот восьмой проект мы утвердили. Родители хоть отмечают, что преобразившееся здание выглядит намного лучше, все же считают главным не столько внешний вид, сколько содержание. Мне кажется, главное, что какой коллектив, какие воспитатели, это главнее все-таки, чем внешний вид здания. Но так очень красиво, конечно. Стоит отметить, что во время реконструкции режим работы учебного заведения не менялся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.